Как геймер быть счастливым? Блин, это какой-то подкаст что ли или чё? Голос похож на Банана, то у вас голос на Шевцова, то на Банана похож. Вы только Банана и Шевцова смотрите? Я вас для себя распишу несколько советов, которые помогают мне скинуть груз с души. Бля, ну вы как будто специально делаете видосы на фоне Call of Duty, чтобы я их смотрел. Вот серьезно, вы делаете это специально. Достаточно универсальные, то есть я не буду говорить вам радикально менять вашу жизнь, это уже ваше решение. И надеюсь, те мысли, которые я для вас подготовил, помогут вам как-то улучшить свою жизнь. Или понять, в каком направлении работать, чтобы чувствовать себя лучше. А для меня это видео будет этаким маяком, который будет показывать, как выбраться из разных патовых ситуаций. Давайте начнем. Кто считает деда и с ранком плюс-плюс-плюс-плюс-плюс? Для удобства повествования я разделю всю информацию на 4 пункта. Разделение немного условное, ведь тема большая. И часть очень субъективна. Но это надо сделать, чтобы видео не превратилось в кашу. Первый пункт это ресурсы. Второй пункт это игры. Третий пункт это лизы. Вот, ебать, ты монтаж какой-то сделал крутой. Звучит, может быть, очень абстрактно, но в процессе вы все поймете. Под ресурсами я подразумеваю деньги. Возможно, на этом пункте вы уже напряглись, но я не буду учить вас зарабатывать. Заработок зависит от кучи факторов. А то, как вы их тратите, вот это уже зависит от вас. Конечно, в этом есть много лукавства, ведь всякие невзапные факторы никто не отменял. И так как это более математический пункт, тут можно все расписать. И я буду превратить свой пример как среднеарифметический. Уж поверьте, ничего особенного в этом плане во мне нет. Я сам живу на 12200 с пенсии, плюс 2500 стипендии, плюс 5000, которые мне посылают родители. Ну, то есть 20000. Это мало, что угоняет в уныние, особенно когда траты выстраиваются так, что живешь копейка в копейку. И тут есть одно спасение. Структуризация. Или три слова. Распиши, изучи, сократи. Гебать учила графика в видосе. Давайте посмотрим, что нам надо. Первое. Жилье. И тут особо не сэкономишь. Только если не смотреть, что в розетку включен только компьютер. Или использовать 100 миллилитров воды, чтобы помыться полностью. Обычно по больнице цена на жилье это аренда. От нуля, если вам, как и мне, повезло иметь свой уголок. До 25 тысяч. Может быть в Москве и Питере дороже. Но в Ростове однушку в спальном районе можно снять и за 16. Сэкономить можно разве что живет с друзьями, разделяя плату напополам. То есть, если вы живете в трешке, и каждый платит по 10 тысяч. Реальный пример, кстати. Второе. Это коммуналка. То есть, вода, газ, свет, интернет, у вас мусор и тому подобное. И обычно на одного человека зимой это 5 тысяч, летом это тысячи две. И тут жильем все. Больше тут никак не сократишь. Ну и второе, что нам нужно, это еда. И тут уже можно сэкономить. Да даже не сэкономить, а структурировать. Я не буду вам затирать душную телегу о том, что надо питаться правильно. Это конечно приветствуется, но я не об этом. Вы должны сократить импульсивные покупки к минимуму. Я не говорю, что раз в две недельки похавать шаву с друзьями нельзя. Можно. И о том, что вы можете приедать в магазин с покупками, купить чипсов, шоколады, газировки и энергосов, что раздует ваш чек до невиданных масштабов. Особенно это может стать проблемой, когда вы пользуетесь сервисами по типу Самокат, Озон Фрэш и так далее. Говорю это не на пустом месте, для меня это стало проблемой. Особенно, когда иногда я сам не замечаю, тратил по 3-4 тысячи в месяц на бесполезную шнягу. И если следовать нашему решению, то желательно надо расписать, что вы будете покупать на неделю. И строго следовать этому. То есть, если вы хотите попить газировки иногда, включайте ее в список, как это делал я. Покупая несколько банок на этот период и ни одной банкой больше. То же самое с основной едой. Нужно выяснить, сколько и чего вам надо, и чего вам хватает на какой-то период времени. И покупать только нужное количество. Не давая себе распыляться. Да, давно не было совместных стримов, но потому что каких-то тем особых не было. Сейчас такой период отдыха, я бы сказал. Плюс удалитесь. Сейчас такой отдыхательный период, я бы сказал, в плане Ютуба, стримов и прочего. Мобилы, приложения, доставки. Это не будет вас соблазнять, это уж проверено. То, что осталось, вы можете копить или потратить на разные вещи. Сегодня с Русяичем только вот стримил на Твиче, но там человек 300 было. Но лучше откладывать на какое-то время. Этот пункт не принесет вам какого-то большого удовлетворения от жизни. Разве что позволит вам получить больше контроля над своей ситуацией. И научит вас более бережно обращаться с вашими деньгами. И не попадать в просаг, накапливая долги. Ну, исключая всякие форс-мажорные ситуации. Ведь лучше экономить и тратить деньги на игры, чтобы получать от них удовольствие. Но у многих и с этим возникают проблемы. Они не приносят какого-то большого удовлетворения, а иногда вообще задалбливают. Да, мы перешли к блоку про игры. Да, какие игры? Игры это то, что делает нас геймерами. Наша DAO. Они спасают от хандры и украшают самые счастливые моменты жизни. Но иногда случается так, что когда ты играешь в свои любимые игры, это не приносит тебе удовольствия. А в другие игры ты вообще почему-то играть не хочешь. Тогда поздравляю. Хотя скорее сочувствую. Потому что в ваш чат зашла игровая импотенция. Ебать, он типа написал и звук клавиатуры был. И я по себе знаю, что здесь реально жесткий монтаж. То это может дополнять негативный фон. Когда вы хотите от этого всего уйти, но это не получается. И ваш хандра вас съедает. Обычно такое случается, когда ты играешь долго в одну и ту же игру. Ну или в пару игр. Планомерно забив на другие. А иногда кажется, что другие игры недостойные или плохие. И вот это снобистское отношение усугубляет ситуацию. И для решения проблемы я также использую три слова. Под словом отвлекись, я подразумеваю то, что от игр надо отречься на какое-то время. При этом правильно понимая, что я имею ввиду. Вам не нужно просто лежать на диване и ничего не делать. Это прямой путь в яму апатии и в запущенном случае к депрессии. Лучшим будет заняться другими сферами своей жизни или вашим хобби. Если оно у вас конечно есть. Подробнее про это будет. Не, мне просто впадло было бы это делать. Я обычно просто стандартный текст составляю с черной обводкой. Будет в следующих двух пунктах. Ведь это довольно обширные темы, которые тоже влияют на ваше состояние. А если кратко, можете отвлечься на спорт, на дополнительную социализацию. Или то, что важно для вас. Также отвлечься помогает увлечение другими сферами культуры. Особенно чем-то плюс-минус смежным по типу комиксами или аниме. Еще уже из личного примера мне очень сильно помогло начать читать. Особенно книги, связанные с игровой индустрией. Если это что-то документальное а-ля кровь по т-пиксели. То рассказанное там может помочь ему вернуть желание играть. Вдохновившись историями тех, кто эти игры делал. Плюс отношение к играм начинает меняться. И начинаешь на них более осознанно смотреть, как на предмет искусства. Книги так-то довольно обширная тема. И об этом я планирую целое видео. Но на самом деле этот пункт не только часть борьбы с игровой импотенцией. Но и в общем руководство по борьбе с выгоранием. Почти все и сказанного выше помогает и в этом случае. Но про это мы поговорим чуть позже. Вот осмотрись, я понимаю то, что надо расширить свой игровой кругозор. И на самом деле про это у меня уже был отдельный ролик. И то, что я сейчас скажу, очень смешно с теми мыслями, которые я там излагал. В этом пункте самое главное это выключить снобизм, если у вас он был. И начать пробовать разные игры и жанры. Геймеры очень ошибочно думают, что какие-то игры их недостойны. Потому что они детские и в них играют какие-то не такие люди. Особенно эта фигня распространяется из-за всяких блогеров, которые в играх разбираются так же, как и я в ядерной физике. Но и я не являюсь экспертом. Поэтому не надо давать другим людям ограничивать ваш игровой кругозор. То есть вместо того, чтобы поверить тому же шефсову на слово, что какая-то игра говно, лучше просто поиграйте. И вы поймете, насколько мнение таких людей обычно предвзято и не объективно. Не надо поддаваться надуманным предрассудкам. Есть очень много годных игр, в которые стоит поиграть. Но вы... Нет, он не будет советовать Геншина, я нахуй уверен в этом. Вы такими взглядами буквально строите себе стену. И если у вас получится пробить ее, то для вас откроется целый мир. Начиная от инди-игр и заканчивая флагманами Нинтендо и других японских разработчиков. Просто дайте им шанс. И последнее. Оглянись. Если вы уловили мою логику, то уже поняли, что я говорю про старые игры. То есть в прошлые годы было очень много хороших проектов, которые вы могли пропустить или даже о них не знать. Так как они вышли еще в те времена, когда вы, может, еще не играли в игры. И тут не надо включать режим графодрочера, что а-ля там в графоне не очень. Тогда я играть не буду. Не мне вам объяснять, что графика в играх не важна. Но, по крайней мере, это не самый главный аспект. Чтобы из-за нее выбирать то, в какие игры играть. Тут можно пуститься во все тяжкие, начать скачивать эмуляторы старых консолей или вообще покупать эти консоли, играя в игры из конца 90-х или начала нулевых. И это офигенно. Тут главное не начать говорить о том, что раньше травм... Я просто предвзят по отношению к Геншину. Пользуясь этим пунктом, вы не только наберете себе список олдскульной годноты, но и начнете понимать, как развивалась игровая индустрия. Лично я находил такие игры, смотря всяких ютуберов, ретро-геймеров и подобных ребят. И в свое время использование всех трех пунктов помогло мне победить игровую импотенцию. Я начал находить новые для себя игры и более шире смотреть на индустрию. Как по мне, имея большой кругозор в играх, будет очень сложно скатиться в это состояние опять. Что позволит вам приукрашать разные моменты жизни играми. Лично как по мне, игры нельзя называть хобби, но как досуг это лучшее времяпрепровождение. Как минимум для меня. Но главное в играх просто получать от них удовольствие. А некоторые из нас уходят от своей жизни, играя в игры. И я лично считаю, что это большая проблема. Очень многие парни падают в эту яму и живут так целые года. И иногда это приводит к страшному исходу. Но если у вас такое запущенное состояние, то видосики на ютубе вам вряд ли помогут. Надо бы пойти к психологу. У многих не так все запущено, но все равно неприятно так жить. Я и сам был близок к такому течению своего бытия. Да, мы переходим к блоку. Жизнь. Самое субъективное в этом ролике. Ведь как я сказал в начале, не мне вас учить жизни. Но я могу вам высказать свои наблюдения по этому поводу и также поделиться с вами. Ебать, у него даже плашка вылезает, типа Halo Infinite геймплей записан на ПК. Ебать, ну ебать, учел качество. Большая часть ребят скрывается от этого мира и делается это не от хорошей жизни. Ведь почти каждый из нас пережил что-то неприятное. Буллинг. И даже музыка показывается какая, мне было бы впадлу. В школе не здоровые отношения, фиговое общение с родителями. Плюс новолица 22-й год, который многих уничтожил в моральном плане. Причины вполне понятны и близки каждому из нас в той или иной степени. И соблюдая структуру, тут у меня будет три слова. Откройся, развивайся и забей. Откройся. Очень многие из нас имеют проблемы социализации. Ваш покорный слуга тоже их имел в школьное время. Конечно, в меньшей степени, чем у многих, но все же. Мне помог исправить эти проблемы один случай. Я поступил в универ. И опираясь на свой прошлый опыт по жизни, я смог наладить контакт с ребятами. И сравнивая себя нынешнего с собой школы, я стал намного более открыт миру. Даже учитывая то, что я всегда был экстравертом. И тут на самом деле самое сложное. Вам нужно замечать окно возможностей для социализации. Ведь по большей части, это дело случая. Поначалу можно зацепиться за то, что вас объединяет. Если вы, как и я, студент, на перемене сходите со всеми в курилку. Вам курить не обязательно при этом. Поговорите о парах, о преподах, которые вас бесят. А потом можете спросить, кто чем занимается и увлекается. И даже если у вас в группе нет людей, которые полностью разделяют ваши интересы, то поверьте, такой подход поможет вам узнать что-то о людях, которые находятся рядом с вами. Может потом вы с кем-то сходите шавуху покалываете. Или кто-то куда-то позовет сходить или погамать все джули, например. Но и вы проявляете инициативу. И поверьте, результат не заставит вас ждать. То же самое касается отношений с противоположным полом. Но тут сильно не зацикливайтесь. Про это будет в третьем пункте. Тут важно стать более терпеливым к людям. И научиться принимать их такими, какие они есть. Очень многие из-за боли одиночества строят сами для себя маску того, что они самые лучшие, а все остальные быдло. Или же говорят, что девушки тупые, плохие и вообще не нужны. Я лично знаю двух таких человек, которые говорили так все время. До тех пор, пока у них девушка не появилась. И потом они с чистой совестью говорили, что это было защитным механизмом. А девушка одного из них говорила мне лично, что этот механизм ее пугал. И они хоть нравились друг другу несколько лет, начали встречаться они не очень давно. Я хочу этим донести, что такие маски могут не позволять вам нормально общаться с другими людьми. Из-за того, что вы считаете их недостойными. Или наоборот, они их отпугивают от вас. Поэтому прошу вас, будьте честны с собой и с другими в этом аспекте. Второй чел, это дед. Роя, развивайте. Тут все кучу раз проговаривалось, но этот аспект я пропустить не могу. Вам нужно развивать комфорт в вашей жизни. То есть, если вы работаете, ищите места, где вы можете заработать больше или получать столько же за меньшее рабочее время. Поверьте, я думаю, вам вряд ли захочется пахать так, чтобы у вас даже сил на игры не оставалось. Про другие вещи я вообще молчу. Учитесь готовить, чтобы более разнообразить ваше питание. Также вы можете начать изучать разные навыки а-ля программирования или какой-то иностранный язык. То есть, то, что может вам помочь в жизни. Плюс, я рекомендую разобраться в тех вещах, которые вас окружают, чтобы понимать, как и что работает. То есть, для нас, геймеров, будет прикольно разобраться в компьютерных жилетках или основах геймдизайна, чтобы быть более компетентными в аспектах того, чем мы. Блин, шутя, там на заднем фоне какой-то боксерский ринг, что ли, или чё, чел? Интересуемся. И тут я плавно подхожу к тому, что надо развивать личность. Ну и тело тоже можно. Если вы по жизни интересуетесь только играми, то это не дело. Ведь большей части людей с вами банально не о чем будет поговорить. И, наверное, не стоит вам объяснять, что это большая проблема. Увеличьте спектр своих интересов. Запишитесь в зал. Начните разбираться в технике, как я сказал выше. Начните играть на музыкальных инструментах. Это может быть все, что угодно. От дизайна до розничной торговли. Но эта многогранность очень разнообразит вашу жизнь. И вам будет проще находить... Бля, я давненько в колдун не заходил, пиздец. Ааа, эти игры ебаные мешают. Контакт с людьми ведь будет больше тех самых объединяющих вас моментов, за которые вы можете зацепиться. И поверьте, общаться с человеком, который может поддержать разговор на разные темы, намного приятнее, чем с тем, у кого кругозор ограничивается одной вещью. И третье. Забей. Поначалу этот пункт можно трактовать как-то деструктивно. Но на самом деле ничего такого я не имею в виду. Ведь это тот пункт про то самое тонкое искусство забить хрен на человека или на ситуацию. Особенно, если это касается отношений с противоположным полом. Ну и с другими личностями это тоже может помочь. Вам нужно научиться легко отпускать людей, чтобы переживать всякие неприятные ситуации в отношениях с этими людьми. Еще из плюсов, если вы легко отпускаете людей, то это позволяет вашей голове не создавать лишние стереотипы, чтобы вы потом не стремались налаживать новые связи. Тут я это говорю как тот, кто попал в эту яму зафиговых отношений. Помноженные на внутренние загоны, и мало того, что меня штормило как лодку в ураган, так еще тогда я забил на свое дело, то есть с ютубчик и стриминги. Из-за чего я потом по факту начинал все сначала. А когда ощутил довольно неприятное ощущение в спине в виде ножа, и чуть ли не полтора года ходил и хандрил, ведь я попал бы на эмоциональную зависимость. Потому что это... Блядь, он вставляет, сука, это так... Ножа, и чуть ли не... Блядь, это какие-то стокфутаж про непонятого гея, который заперся в шкафу, которого типа... просвет в виде... Радуги. Мне полтора года ходил и хандрил. Блядь, какие обожаю стоковые футажи. Эмоциональную зависимость. Потому что это самое ощущение нужности... Да, это я. ...позволяло меня себя чувствовать полноценным человеком. Я вас заклинаю, не нужно повторять моих ошибок. Не позволяйте отношениям с другими людьми полностью влиять на вашу жизнь. То, что они важны, это факт. Но если они могут сделать так, что вы кучу лет будете сидеть в тельте из-за того, что у вас плохо получается общаться с девушками, то тут явно что-то не так и нужно предпринять какие-то меры. Если вы побогаче или у вас все запущено, то сходите к психологу. А если у вас нет такой возможности, как, собственно, и не было у меня, то могу поставить этот момент, когда вас накрывают, включать логическую часть мозга и начинать самоанализ. И тогда вы поймете, что свои жизненные силы лучше пускать на что-то полезное, а не на самопожалейку или на самобитчевание. Лично мне данная стратегия помогает даже в самые запущенные моменты. Да блин, что тут говорить? Даже во время записи звука для этого ролика произошла дефолтная база. Я еще в январе познакомился с одной тянкой через дайвинчик, и мы начали общаться, и сразу это было больше, чем друзья. Потому что когда мы встретились буквально через два дня, мы сразу поцеловались. Это о многом говорит. И вот я месяц не общался, подарил подарки, как-то заботился, и буквально три дня назад меня отшили со словами, что не хотят серьезных отношений. Ну вот, я сижу перед вами, пишу этот ролик, и мне зашибись, потому что я пользуюсь теми правилами, которые я вам говорю. Да, первые полтора дня, может быть, было не так хорошо, но, включив логеическую часть, я смог это все в себе победить. Особенно учитывая то, что я быстро привязываюсь к людям. Другими словами, мне было на нее уж точно не похуй. Но иногда приходится так или худей быстро отпускать. Ну чел, ну, блядь, если ушла, значит, если любишь, значит, отпусти. Тут есть одно большое но. Если вы только делаете, что играете в Ком 24 на 7, изредка отвлекаясь на сон, поход в туалет или на учебу, то данная стратегия может вам не помочь. Ведь если вы живете в режиме такой амебы, у вас нет источника энергии, и из-за этого мало что может получиться. Вам нужно что-то свое. Чем вы горите, то, что вы с вами создали, и куда вы готовы отдать самого себя полностью. Вам нужно дело. И финальный пункт моей прогрессирующей шизы. А если быть серьезным, то, по моему мнению, все три пункта в отдельности, в отрыве от данного, работают намного хуже. Так я не понял. Куда качество делать? Почему геймплей Call of Duty в 30 фпс? Ведь просто жить, понимая и стараясь уменьшить влияние всего дерьма этого мира на свою жизнь, намного хуже. Качество этого видео резко упало. Хуже, чем жить ради чего-то. Именно ради чего-то своего. Да, многие живут ради людей. Я лично знаю такого человека, у которого есть цель жизни создать семью. И я его прекрасно могу понять. Но, когда у него не получалось сложить отношения с девушками, он впадал в жесткий тельт и мог долго хандрить. И эту проблему я изложил в прошлом пункте. Нельзя давать людям полностью влиять на вашу жизнь, в особенности на ваше эмоциональное состояние. А, ну тогда ладно. Тут главное понимать. Я не призываю слать всех людей нафиг, а просто у вас должно быть что-то кроме этих самых людей. Если заканчивать те же самыми тремя словами, то это будет вдохновись, улучшай, не сдавайся. Тогда ладно. Первое. Вдохновись. Если вы действительно хотите начать свое дело, то вы уже знаете плюс-минус, какой деятельностью вы будете заниматься. Тут важно вставить ремарку. Я буду говорить про интернет-деятельность. Ведь у меня есть в этом опыт. Я не бизнес-тренер, поэтому я не могу сказать, что вам нужно делать, если вы хотите открыть какой-нибудь магазин. Но я уверен, что как минимум часть этих мыслей можно использовать и в таком случае. Под словом вдохновись, я понимаю брать понемногу у тех людей, которые достигли успеха в вашей сфере, но не рекомендую сильно увлекаться данной практикой. В процессе можете стать копиркой того, кем вы вдохновляетесь. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Так, пацаны, с следующего стрима правила чата. У вас должно быть аниме-аватарка с аниме-девочкой. 100%. Если у вас не аватарка с аниме-девочкой, вы не допускаетесь в чат. Это новое правило чата на следующий стрим. Микс из абсолютно разных аспектов. И при этом обязательно не забывать добавлять что-то от себя. То есть, если вы делаете видео на ютубе, то надо делать не только то, что популярное, но и то, что интересно именно вам в вашей нише. А иначе со временем вы можете загнать себя в клетку, где вы должны делать только популярное. А когда вы захотите что-то сделать от себя, то это может нифига ни совать. Да и по большей части пофигу. Но некоторые персонажи начинают обвинять в этом своих зрителей, которые пришли абсолютно не за этим. Не доводите до такого. Просто изначально старайтесь миксовать. И аудитория, которая у вас соберется, будет одновременно смотреть и то, и то. Второе. Улучшай. Поначалу этот пункт может показаться очевидным. Ведь то, что нужно улучшать качество того, что вы делаете, знают все. Но как обычно, все не так просто. Я продолжу приводить в пример свое творчество как ориентир. Под улучшением я понимаю не только то, что нужно улучшать в буквальном смысле. То есть, если говорить про стримы и видео, то это улучшение камеры, микрофона, динамичности монтажа или красивого оверлея. Но по чесноку, это прихоть вас самих. Ведь важно содержание. А качество обертки нужно просто держать удоваримым. То есть, если вы делаете видео, то надо делать так, чтобы у зрителей не отвалились уши и глаза. А уже покупать кучу света и микрофон за сто пятьсот тысяч уже исключительно ваше хотим. Это хочется создать иллюзию, что тебя смотрят только тянки. Только аниме тянки. Если вы действительно горите своим делом, то вы добровольно будете готовы выложить сколько угодно денег. Но если у вас они есть на бургоне, а ведь отдельная сатисфакция видеть то, как ваши дети ищи из говна, сделанного на коленке, вращаться на что-то красивое. Нужно развиваться еще и вширь. То есть, нахер... Не смейте, уебки, сука. ...какрыть новые способы подачи своих мыслей. Если возвращаться к моему контенту, то к стримам, которые я считаю своей основной деятельностью, я снова начал делать большие ролики на ютубе, такой как этот, чтобы развиваться. Ведь в свое время я переставал их делать по своей тупости. И к дополнению, я недавно сделал так, чтобы можно было стримы легко преобразовать в вертикальный формат для шорцев, чтобы заливать их каждый день. Если обобщать, ищите возможность расширять сферу вашей деятельности, при этом не теряя в качестве. И третье. Не сдавайся. А вот тут все очевидно. Но вы бы знали, как иногда грустно смотреть, когда перспективные ребята сдаются буквально спустя месяц деятельности. Я тоже стрим основной, я не стример. Для меня стримы это так. Для души. И таксую для души. А так я видосами занимаюсь. Учитывая то, что они толком и не успели ничего сделать. Возвращаясь к теме контента, например, человек сделал всего 5 роликов за месяц, и закономерно он почти ничего не соврал, и такие люди сразу все бросают. Даже не понимая, что активно расти на ютубе можно сделать минимум роликов 50. И то, если мы говорим про большие видео, шварцев нужно намного больше. И тут важно научить отличать долгое развитие от долбежки башкой об стену. То есть, если тот же самый человек будет только стримить, то это удары об стену. И стримы это неэффективная вещь для продвижения. Вам не нужно давать вашему ожиданию быстрого успеха отправить вас на респаван, при этом получив дебаф перегорания. А если вы все-таки наступили на грабли ожиданий, или просто задолбались, вы всегда можете вернуться ко второй главе и проделать все действия с первого пункта. Мне всегда это помогает в такие моменты. И в заключении хочу сказать, что если ваше дело стало тем, ради чего вы живете, это добавляет к вам независимости от других людей. Важно понимать, если вы живете только ради результата, то тут можно и получить люлей, ведь это опять же лишнее ожидание. Но если вы кайфуете от самого процесса, это самый правильный путь. Ну и вот мы подошли к концу. На самом деле данный ролик я сделал по большей части для себя, чтобы когда-то я в темные моменты жизни мог сюда вернуться, чтобы встать в нанужный для себя путь. А если впоследствии этот ролик все-таки наберет какую-никакую популярность, я буду рад всем своим сердцем, особенно если эти советы кому-то помогут. И повторюсь, это исключительно мое видение мира. Если оно у вас другое, то поделитесь в комментариях. Ну а с вами был Клей. Спасибо за просмотр. Приходите на стримы на Троу или Твиче. Всем удачи, всем пока. Давай, чел. В принципе, хороший видос, душевный. Видно, что записывался с душой максимально. Респект, респект, респект.